друзья всем привет с вами блог авто мпс и у меня долгожданный кроссовер ченган unique я очень хотел найти ему подходящую пару но честно говоря не смог вроде бы первое что приходит в голову это джили тугелло но когда смотришь на машину снаружи когда садишься в салон понимаешь что нет все-таки джили это уже вчера не так давно появилась машина то хорошая бодра и все но ченган он прям действительно удивляет и мы привыкли к тому что все модели ченган до появления семейства unique они были ну какие то простые да и даже и хавейл и джили все-таки они как-то стояли чуть-чуть повыше наверное что ли а эта машина она ну начиная просто банальность дизайна до решетка радиатора как таковая отсутствует то есть это просто передний бампер вот такой необычный узенькие фары эту машину можно долго разглядывать вот в разных разных деталях одни вот эти кругляши чего стоит я честно говоря не понял их функционала но выглядит бомбически а какие здесь выдвижные дверные ручки подходишь к машине они выезжают причем вот сам механизм судя по конструкции его прям вот целиком взяли от рейндж ровера велар и посмотрите какая здесь маленькая высота окон относительно всего автомобиля немножко напоминает танк не правда ли ну или как минимум lamborghini urus и то же самое сзади диаметр выхлопных патрубов он просто пугающе большой мне кажется даже у porsche таких нет есть диффузор я не знаю зачем здесь установлен фаркоп ну он просто есть хотя наверное это все-таки такая инородная деталь очень забавный спойлер вот здесь вот разделенные пополам здесь же прячется камера которая передает картинку на переднюю панель и неудобно то что расположена снаружи а не под стеклом чтобы она очищалась дворником потому что вот такую слякотную погоду как сегодня естественно эта камера достаточно быстро забрызгивается здесь тесно есть задняя камера смотришь на автомобиль с разных ракурсов и понимаешь что здесь очень много цитат но в то же время получился очень такой цельный яркий образ это ни в коем случае не реклама это пока такой просто аванс потому что подходишь к машине и обязательно говоришь вау я не думаю что и вы тоже встретив на дороге вот такой чинган сможете просто пройти мимо и не обернуться на него но он правда очень яркий а насколько хорошо он едет либо не едет мы сегодня обязательно выясним а сейчас накануне зимы самое время задуматься о смене масла я хочу вам порекомендовать полностью синтетическое моторное масло rolf который я заливаю в свой автомобиль rolf gt 5w 30 применяется в бензиновых и дизельных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками в легковых автомобилях в том числе с турбонадувом и системой нейтрализации отработавших газов это масло рекомендовано как для новых машин так и тех у которых большой пробег она обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при самых низких температурах превосходную защиту двигателя от износа и продлевает срок службы двигателя и его узлов в качестве приятного бонуса разработчики обещают экономию топлива и минимальный угар самого масла ну и конечно же масло rolf соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей сканирует qr-код и заказываем масло на официальном сайте также ссылка будет в описании ну что ж попробуем реальность такова что современный кроссовер испытывать на бездорожье вроде как уже не так чтобы весело потому что ну согласитесь такую нарядную машину на 21 дюймовых колесах загонять в поле куда-то в грязь даже как-то жалко мне кажется никто этого и не планировал и вы сами напишите в комментариях что в этой тачке в грязи не место а при этом моща да есть и она же должна как-то конвертироваться в удовольствие вот допустим вот такое выехать на пустую площадочку и попробовать дать угла и у ченгана это неплохо получается я могу им спокойно спокойно управлять тащить его газом мощности хватает коробка справляется очень понятный очень легко предсказуемый автомобиль это кайф красота для автомобиля с базовым передним приводом очень хорошо здесь кстати восьмиступенчатый автомат айсин от вашей любимой тойотки а система полного привода от борга и вагнера и вот она перегрелась полного привода хватило на 7 минут такой жесткой езды это вполне себе нормальный результат для мощного кроссовера ведь чем больше мощности тем соответственно быстрее тачка перегреется но 7 минут у вас точно есть а был бы на улице морозис посильнее сейчас всего минус 2 то наверное она работала бы чуть дольше ну что ж поехали прокатимся первое что меня удивило когда я только сел за руль ченгана это конечно же вот этот странный формы руль который очень сильно похож на баранку peugeot вот этот вот элемент вставочки прямо мне кажется что это просто руль peugeot вот в чистом виде то есть на кнопочки поменяли разумеется поменялась эмблема я не знаю как так получилось в принципе peugeot доступен на китайском рынке и у французской компании там достаточно сильные позиции может быть у ченгана есть какое-то партнерство sp не знаю но вот прям вот эти детали они вот четко узнаются как peugeot и то что приборка расположена над рулем это интересное решение мне стоило труда и стоило времени чтобы с ней разобраться и когда мне выдавали машину я уже сел за руль подходит менеджер горит нужно заполнить документы и нужно вписать какую пробег у автомобиля на момент выдачи такая стандартная процедура я начинаю искать где же тут пробег автомобиля обычно он ну как-то более-менее легко доступен либо он горит даже постоянно где-то а здесь вот тут маленький экранчик который показывает работу системы полного привода и давление воздуха в шинах основной экран мультимедиа и вот тут вот еще один такой узенький экранчик и честно говоря я в них заблудился тыркался тыркался потом как-то мы нашли где-то вот здесь вот пройденный путь 1456 километров когда я брал было около 1000 я вот проехал 400 с небольшим вот этот маленький экранчик может показывать то что происходит позади автомобиля вот так камера которая установлена наверху и она очень хорошего качества и для кроссовера вот с таким вот узким задним стеклом который еще и очень высоко задрано это прям правильное решение я здесь вижу намного больше чем я вижу через салонное зеркало и получается еще что вот этот экран не частично перекрывает этот маленький дисплейчик так получилось при включении поворотников естественно все это включается показывается пока машина чистая все хорошо есть адаптивный круиз-контроль слежение за разметкой подруливание причем оно такое весьма интенсивно его можно настраивать но если у вас включен максимальный уровень то машина буквально вырывает у вас руль из рук то есть ты едешь где-то расслабился как-то вот слегка какая-то дуга и она может прям так резко дернуть я в итоге выключил на всякий случай чтобы не мешалось а знаете где тахометр я долго искал думаю ну должен быть но это же не электромобиль в конце концов да вот здесь вот на маленьком экранчике если выключить режим зеркала то он показывается цифрами сейчас холостых 08 если выбрать нормальный режим то появляется такой столбец который вроде как ездить вверх-вниз но тоже совершенно не информативно просто вот тахометр тоже в цифровом виде также я очень долго искал стрелочные приборы перекопал в 7 минут тыркал тыркал не нашел ни тахометра не спидометра и только потом думаю дай-ка я попробую спортивный режим и вот он тахометр не появился вместо него есть g-сенсор зато стрелка настоящий да еще и высекающие искры но стрелки доступны только в спортивном режиме когда машина все-таки едет достаточно дергана в нормальном либо экономичном только вот такие обычные зеленые либо какие-то голубоватые кругляши коробка передач меня классический восьмиступенчатый автомат айсин и это круто я вчера ехал по платной дороге где разрешено 110 и на скорости 129 километров в час на тахометре было 1900 оборотов в минуту если ехать на восьмой передаче коробка еще длиннее чем была у меня на toyota rav4 климат-контроль сенсорный к нему надо привыкнуть часть настроек она через экран но основные все клавиши они выведены на панель есть подогрев сидений подогрева руля нет отчасти эта проблема решается дистанционным запуском двигателя с ключа вы сидя дома можете нажать на кнопочку машина заведется и вы сядете уже в полностью прогретый автомобиль но честно говоря я бы все равно хотел иметь подогрев руля он есть владе ларгус так что китайцы возьмите на заметку если я не прав напишите в комментариях если вам не нужен подогрев руля но мне кажется что это такая приятная опция даже сейчас когда на улице небольшой минус но водить в перчатках как-то не хочется и скорее всего пока ты идешь по улице у тебя руки успеют замерзнуть а здесь я сел в тачку взялся за теплый руль и хорошо заявленный дорожный просвет у чингана 19 сантиметров у нас на машине установлена стальная такая мощная защита двигателя но мне кажется она чуть-чуть просадила машину вниз высота покрышки 200 асфальт сейчас мокрый и я думаю что мы ее все-таки увезем но посмотрим приятный сюрприз то есть чувствовалось что машина не наехала и чуть-чуть подмяла но при этом спокойно переехал так что я думаю что 19 сантиметров там все-таки есть именно под стальной защиты двигателя хороший результат я даже как-то чувствую себя немного неуютно в зимних сапогах в настолько просторном автомобиле переднее кресло отрегулировано под меня машина заведена потому что когда я выключаю двигатель кресло отъезжает назад сейчас она стоит так как должно быть во время движения и место для ног здесь вот столько я не помню автомобилей вот настолько просторных если это не автобус то чтобы было так много места при этом диван наверное чуть-чуть низковато здесь вот ноги висят хотелось бы чтобы он как-то чуть больше приподнимался но при этом строчка очень красиво уж не знаю натурально это кожа или нет сделано интересно есть кармашки есть подогрев заднего дивана есть вот эти воздуховоды вот здесь снизу есть пара юсбишек и мы специально сдвинули вперед пассажирское кресло для того чтобы показать вам что вот эти воздуховоды они тоже есть и из них сейчас дует теплый воздух центральный тоннель отсутствует так что сзади вот прям втроем можно садиться и ехать очень роскошно если вас двое то подлокотничек честно говоря вот мне сейчас на ум кроме майбаха не приходит ни одного стандартного автомобиля в котором было бы настолько много места нужно оно вам или нет это уже второй вопрос потому что машина все-таки заточен под водителя в конце концов вот эти динамики в подголовнике они же есть только у водителя у пассажиров сзади их естественно нет климат-контроля например нет но при этом место просто вагон вот в натуральном смысле этого слова сезон шуток про фаркоп и картофан я считаю что чинган для себя открыл но в остальном посмотрите диффузор вот это противотуманка багажник разумеется открывается с помощью электропривода есть кнопочка на ключе и его объем ровно такой как ожидаешь от среднего кроссовера по старой доброй китайской традиции задний диван отнесен очень далеко назад поэтому багажник не экстремально большой но мне кажется совершенно достаточно такая простая отделка и она вот не премиальная здесь пластик здесь такой легкий ворс и удивительное дело из китая чинганы к нам приходит без шторки и сейчас российское представительство решает эту проблему то ли здесь будет выдвижной механизм то ли это будет такая подъемная деталь в общем что-то сюда предстоит еще сделать пока вот если вы покупаете машину без допов от дилера вы получите вот с таким вот открытым багажником литров наверное 400 здесь точно наберется под полом здесь не пожалели пенопласт удобный органайзер снизу большущая но узенькая докатка вот но она прямо чувствуется что она такого хорошего размера сюда можно распихать какую-то мелочевку удивительное дело в багажнике нет ни одной петли чтобы натянуть сеточку и как-то тут фиксировать грузы нет 12 вольтовой розетки нет какой-то ниши куда бы можно было зафиксировать пятилитровую баклажку зато есть сабвуфер китайцы не называют точного времени разгона до сотни при этом наверное за основу можно взять показатели джили ту гелла там 238 лошадиных сил здесь 226 но там автомат zf здесь автомат айсин который чуть медленнее машины чуть тяжелее и при этом мы помним что ту гелла 6 и 9 то у нас не ехала она ехала в районе по моему семи с половиной секунд так что 8 наверное будем считать хорошим результатом для чингана все что больше наверное будет не очень удовлетворительно погода сегодня отвратительная поэтому я включаю режим lock чтобы система полного привода не думала чтобы сразу всеми четырьмя колесами грибла еду я по прямой в общем-то никакой проблемы быть не должно спорт режим активирован 2 400 пошли без букса так что как по суху и вот тут как-то до 80 было очень лихо а вот после 80 прям почувствовал что как-то уже там видимо третья или четвертая передача включилась и все начало заканчиваться 4 3 до 60 если я не ошибаюсь то джили выезжала из четырех секунд и 9 и 9 до сотни я видел ролики из арабских эмиратов где чинган едет до сотни 9 и 2 но вы семью я боюсь тут не пахнет уж не знаю настройка это автомата либо мотор чуть не довозит то ли колеса очень тяжелые это тоже мешает на самом-то деле вот я сейчас машине один вот она должна ехать бодро она едет хорошо но но вот но 9 и 9 честный результат может быть там летом было бы девять с половиной но вряд ли быстрее 9 секунд подвеска достаточно мягкая она рассчитана под огромные 21 дюймовые колеса поэтому подвеской он работает даже где-то есть какая-то раскачка но кузов ощущается очень жестким пробуем писк противный не находите ну небольшой небольшой перепадец можно найти но не такой чтобы это как-то сильно мешало автомобилю ну да вот здесь вот так чуть-чуть разъехалась все таки а теперь давайте попробуем отсюда выехать машина заведена ключ у меня в кармане но при этом ручки уехали откройся но при этом с такими посторонними звуками двери как видите полностью закрывают пороги и вот но мы уже нормально поездили вот там грязь на порогах налипла но при этом кузов чистенький я пока не буду даже задействовать режим лог хотя он есть и просто трекшн просто едем ну что ж пробуем еще немножко легкого бездорожья сдавать назад очень тяжело потому что камера грязная салонное окно и она расположена затем не кажется больше метра от земли то есть все что внизу можете видеть только через камеру а камера грязная пробуем не шипованный зимний мишлен как бы не очень да вот для таких условий но при этом полный привод честно работает вообще без буксы без какого-то напряга плавненько давишь на газ и плавненько что важно это принципиально отличие от машин с роботизированными коробками передач которые так любят китайцы просто ты очень плавно управляешь газом и собственно восьмиступенчатый автомат здесь тоже очень хорошо помогает то что передач много и первое очень короткое я вообще считаю что автоматы и вариаторы надо оставить для нормальных легковых машин роботы стоит оставить для porsche ferrari макларен вот это все там робот хорош а вот для гражданских машин роботизированная коробка это это выгодно для производителя это дешево просто да но не нужно что касается расхода топлива то у меня за все время тестов почти 600 километров пройдено получилось вот сейчас 9 и 3 но здесь есть много простоев пока мы снимали автомобиль разгона до сотни тогда если вот просто спокойно ездить не особо наваливая то у меня получалось 80 небольшим я думаю вы еще остались как и я слышите как периодически чинган бьется защиты двигателя колею 19 сантиметров не очень большой результат и надо понимать что у машин на самом-то деле достаточно мягкая подвеска то есть вот когда ты едешь на скорости где-то на стыках то есть чувствуешь как она прям так покачивается это вроде дает ощущение комфорта и вот какой-то такого полета что ли но при этом на бездорожье вот эта раскачка она естественно мешает и машина периодически цепляет но благо там мощная стальная защита попробуем еще вот здесь немножко поерзать снега к счастью к сожалению пока немного он сыплется но вот сказать чтобы сейчас он мог нас остановить нет наверное на девяточки здесь уже было бы тяжеловато и кстати мы можем это проверить я же могу включить передний привод и мы поймем куда заедет девяточка на 21 катках где уже нужно что-то посерьезнее мне нравится когда у автомобиля можно выбрать между передним и полным приводом это хорошо это очень хорошо показывает тебе вот правильно ты сделал что переплатил за полный или нет в прошлом году я пол зимы отъездил на дастере и выяснилось что на самом-то деле 99 процентов вот именно своей повседневной жизни я проехал на переднем приводе включал я полный скорее из любопытства вот для проезд даже на дачи где-то мне хватало переднего привода вот но как только естественно мы куда-то выезжали для съемок просто побаловаться тут уже естественно полный это не всегда хватало но конкретно здесь передний и я проехал обсуждая китайские автомобили я вам много раз говорил о том что свои кровные 3 миллиона в данном случае 3 с половиной я за китайца пока еще отдавать не готов но чинган заставил меня задуматься это та сумма за которую я сейчас не куплю себе новенький rav4 и при этом если бы вот мы сюда поставили rav4 на котором я откатал год мне кажется тойота не взяла бы ни одного балла она медленнее она меньше в салоне она не позволяла мне ездить с таким удовольствием она просто не умела раздавать боком а чинган умеет он дрифтки он везет он очень круто выглядит и поэтому это новая реальность и я вот пока еще наверное все таки морально к этому не созрел я знаю что если я куплю тойоту за четыре миллиона то через год или через полтора я ее за три с половиной точно продам если я куплю сейчас чинган за три с половиной я не знаю что с ним будет через год через два через три поэтому наверное я все-таки его подождал какое-то время пока рынок как-то успокоиться ну и собственно у меня пока такой вот острой необходимости в покупке крутой тачки просто вот жизненно нет но если вам такая машина нужна то за три с половиной миллиона мне кажется сейчас просто лучшее предложение если вы знаете идеи лучше пожалуйста напишите их в комментарии и кстати если вы смотрите это видео в декабре то мы уже начали розыгрыш трех новеньких автомобилей lada подписывайтесь на наш канал проходите по ссылке в описании и выигрывайте себе новые автомобили но мы будем работать над тем чтобы разыграть вам не ладу а чинган